Привет, друзья! Наверное, вы удивляетесь, что же такое Я не яркий, бегающий куда-то И мы вообще находимся даже не в магазине Скотт Борд Шоп А вальяжно расположились у горящего камина Тому есть причина, друзья Просто в этом году исполняется 20 лет Вдумайтесь только, 20 лет уже Классическому скейт-видео Сори От бренда Флип И про это сегодня мы поговорим чуть-чуть поподробнее Медленно, с расстановочкой Поэтому не переключайте ваши YouTube-канальчики И послушайте, как трещат дровишки в этом замечательном камине Бренд Флип появился в 1991 году До этого он назывался Дэвбокс И это был бренд, который находился в Великобритании, в Англии Если честно, я сам это узнал только недавно Но, несмотря на то, что Зародился он в такой северной стране Которую, в принципе-то, со скейтбордингом вроде как особо и не проассоциируешь Очень скоро, понятное дело, он решил, что нужно аллокироваться, релокироваться И часть из ребят переехали в Штаты Хотя Джофф Роули, человек, который чуть ли не с первого дня катается за Флип Все время не уставал рассказывать Что, несмотря на то, что часть из нас находится в Штатах Но мы все равно подданы Великобритании Часть из нас так и продолжает находиться в Великобритании И вообще, если у вас нет офиса в Штатах То как вы вообще собираетесь покорять мир скейтбординга? А мы, между прочим, собираемся И тут вот как раз и вступает видео, про которое я хочу рассказать Дело в том, что Сори Вот если реально побеседуете с ребятами, которые давно занимаются скейтбордингом Которые искренне любят скейт, интересуют свою историю То, наверное, каждый из вас скажет, что Сори – это то самое видео Которое для кого-то, если это человек постарше, открыло скейтбординг Для кого-то стало огромным откровением Ну, по-любому люди, если смотрели это видео и интересуются Этой культурой, то они смотрели его не один раз 20 лет этому скейт-видео, и видео действительно потрясающее Почему мы переместились в камину? Дело в том, что часть этого видео тоже записана у камина Но нет, там не собираются участвующие скейтеры И не обсуждают свои будущие трюки Нет, дело в том, что так как ребята из Англии То они одного из, по их мнению, икон английского Независимой сцены пригласили для того, чтобы он про них рассказывал Для того, чтобы он делал интро к всем их частям катательным И этим человеком был Джонни Роттан Джон Лайден из культовой группы Sex Pistols Человек, ответственный за огромное количество интересных песен, интересных проектов Такой настоящий хардкор панк до мозга костей И более того, даже на его странице, официальной странице Джона Лайдена Официальной странице Джонни Роттана Есть отдельная страничка, посвященная этому фильму Что он там участвовал И он рассказал еще такую фразу Что ребята потрясающие на скейтбордингах Но бог ты мой, какие же они идиоты, когда они с них слезают И в принципе видео как раз про это То есть это настоящее видео Где чередуются просто умопомрачительные трюки И просто какое-то вызывающее, ужасное И в то же время очень прикольное Ну как и многие, наверное, неправильные вещи Поведение участников команды Flip за пределами мест для катания Ну можно вспомнить такой, например, эпизод Когда Али Булала в этом фильме разбивает стекло стоящему автомобилю Как он сам потом рассказывал Мы, если честно, думали, что эта машина Она какая-то заброшка стоит, никому не принадлежит Она действительно была уже почти расфигачена вся Но казалось, что она принадлежала табору цыган И эти цыгане гнались за ребятами, включая оператора И чуть их не поймали Вообще с съемкой этого фильма было связано много интересного Съемка продолжалась пять лет Хотя это считается, кстати, первым видео от команды Flip На самом деле до этого была еще небольшая промо-видеоверсия А после Сори появилось еще несколько видео Например, Рили Сори и Экстримли Сори Но Сори все равно считается прям таким эталоном Возвращаясь еще к странным или там Околошокирующим для начала двухтысячных вещам Которые были на этом видео Ну там, например, есть собака, которую зовут Сид Которой принадлежал как раз Али Булала Которая, извиняюсь за выражение, блюет Потому что там сожрала что-то не то во время съемок С тем же Али Булала связан очень интересный момент С исполнением его трюков Когда он, например, там прыгал с лестницы 25 ступенек, где было Это не смогли заснять в первой его попытку Ну, вернее, там как получилось Когда у него получилось прыгнуть с этой высоты Скейтборд сломался И решили, что ладно, в следующий раз заснимем Когда снимали в следующий раз Начал моросить дождик И первая удачная попытка Она, ну как, относительно удачная Он не устоял на ногах Во время второй попытки, когда он снимал Он упал так сильно, что повредил себе обе ноги И потом еще два месяца не мог участвовать в съемках Джо Фроули вспоминал, что это, конечно, было для них очень большое Ну, что это было для них прям очень такой сильный удар И они не думают, что человек так сильно разобьется Еще один из участников команды Арта Сари, когда он снимал свою часть Он тоже ее не смог полностью снять И в результате она попала в виде анимации В окончательный монтаж фильма Но когда они это снимали, он так сильно упал, что сломал руку Много было интересных моментов во время съемок Но по-любому каждый из участников Каждый из тех, кто катался Каждый их профайл Каждый их набор трюков Это реально веха для скейтбординга Поэтому, друзья, если вы вдруг еще не посмотрели это видео Реально, вот обязательно посмотрите Меня вы знаете, да? Я человек, который любит рассказывать там про поп-культуру Про кроссовки, про какие-то интересные моменты И насколько я вроде как далек от практического скейтбординга Но это видео я уже посмотрел, наверное, раза три И я думаю, что буду смотреть его еще Обратите внимание на саундтрек к этому видео Потому что здесь тоже не так много рэпа и хардкора Но много очень таких необычных, можно сказать, для видео исполнителей Например, там есть песня Эдит Пиаф Открывается все песня и Нэнси Синатра This boots are made for walking И, например, на заставке этого видео нет никаких кадров с катанием Там есть кадры, как Джонни Роттон одевается в своей резиденции И потом садится почти у такого же камина Ну, там, правда, победнее камин У нас-то очень крутой камин еще Вот, и начинает там рассказывать Во время съемок, кстати, Джонни Роттон сказали Что, ну, вы должны пить какой-то английский крепкий алкоголь Чтобы все это было так круто У нас есть бутафорский специальный алкоголь для съемок Он говорит, вы что, с ума сошли? Только настоящий, только хардкор И дублей было много Бутылочек была выпита не одна И после завершения съемок Съемочная команда сказала, что нет, все очень плохо Но когда начали осматривать получившийся материал на монтаже Сказали, что нет, так, наверное, даже лучше И в результате сцены уже с пьяным Джонни Роттоном Как он там рассказывает про этих ребят Вошли в фильм Нужно сказать, что это сам фильм ему очень понравился И потом создатели говорили, что не раз замечали Джонни Роттона В официальной футболке этого фильма Который ему ребята, естественно, подогнали На различных официальных мероприятиях За что ребята ему были очень благодарны Еще интересный момент, что для финальных титров Изначально хотели использовать кадры Как Джефф Роули будет заниматься бейсджампингом И куда-то круто падать Но у него не было никакого опыта в бейсджампинге И потом, когда выяснилось, что это будет слишком долго Учиться всему этому Решили в конце концов сделать там анимационное аутро с обезьянкой Причем на эту анимацию было потрачено достаточно большое количество Ну, кто-то называет, что чуть ли не половину бюджета Хотя мне кажется, что деньги просто коррупционно поделили между собой скейтеры И пропили, может быть, их Или что-то еще было Тоже из интересных моментов к этому фильму Как вспоминал Джо Фроули тот же самый Что вообще, конечно же, мы вписались во все вот это видео Чтобы показывать это девушкам Потому что с девушками у нас в то время был напряг И как потом выяснилось, что не у всех участников команды были напряги Например, господин Марк Эппл-Ярд Один из участников команды Которому было на тот момент 18 лет Потерял девственность во время съемок с девушкой Которой было 28 лет Историю молчивает, была ли она девственницей Наверное, была, ждала скейтера Ведь, мне кажется, любая девушка, она хранит себя для настоящего скейтера Почему я вообще скейтом-то заинтересовался? Может, и мне когда-нибудь прилетит? Вот такие истории, друзья В принципе, еще раз повторюсь, что видео потрясающее Видео очень атмосферное Сейчас, может быть, оно покажется вам не таким динамичным Но вот серьезно Просматривая различные видео на ютюбе Там трешеровские, еще какие-то Я очень часто не досматриваю до конца Или что-то проматываю Или что-то проматываю Видео Дэйс или Сори Я реально смотрел внимательно Иногда даже, наоборот, перематывая назад Чтобы посмотреть еще раз на трюки И вообще на всю дикую, безумную атмосферу Тех дней, которые на самом деле Ну и является квинтэссенцией вот такого хорошего Не побоюсь этого слова Независимого скейтбординга Друзья, ну и тоже, чтобы не быть голословным Понятное дело, что Если вы решили купить DVD С этим фильмом в магазине Squat Нет, к сожалению, его там нет Но там есть вот такие замечательные деки Посвященные 20-летию этого фильма С надписью Сори С логотипом Флипа Здесь вот таким С другой стороны показано, что это именно к 20-летию Интересные вещи Я даже думаю, тоже себе такую досочку В коллекцию, на стеночку куда-нибудь сложить По-моему, очень интересная Кстати, кроме просто досок с логотипом Сори Кто фанат этого фильма Или кто будущий фанат этого фильма Обратите внимание на доски Flip Потому что там есть еще и доски всех участников Кто получил профайлы в том видео И они тоже очень интересно оформлены Там все их лица замазаны пикселями Но если вы смотрели этот фильм Если вы помните, как эти ребята выглядят Выглядят, вы поймете, где доска Джоффа Роули А где Али Булалы Тем более, скорее всего, в названии доски они подписаны Но тут тоже интересный момент Что на время съемок нашего видео Мы столкнулись с тем, что эти доски уже заканчиваются Поэтому, пожалуйста, отпишитесь, кто их себе скупает Реселлеры чертовы А если вы их еще не купили, но хотите купить Очень и очень советуем поторопиться Потому что действительно досок этих мало И доски эти хорошие Вот так вот, друзья Поэтому занимайтесь скейтбордическим катанием Но не забывайте иногда расслабляться Посидеть у камина Опционально попить какие-нибудь горячительные Или горячие напитки Кто как предпочитает И лишиться девственности Как бы один из сложнейших трюков для скейтера Равно как и съехать от родителей С вами был Дмитрий Егоров, друзья До новых встреч Скотт Бордшоп Сори Сори Оцин Продолжение следует... Продолжение следует...